Ну это Путин. Что ты хочешь, Путин прикажет, мне придется родить даже. Если Путин прикажет, все родим, короче. Сидим под лазерными установками. Мотор. Всем привет. Это Реми Майстер, это Борис Юрин, а я Климзуков, с нами Кабрат Майор. А мы, говорят, сегодня будем обсуждать феминизм и какие-то... Богомерзкие. Гендеры. Я только что спросил, что это такое, но мне уже объяснили. Это было другое, а это довольно приличное слово. Оно было приличным словом, когда гендеров было два. А сейчас их 50 тысяч, включая боевые вертолеты. Там их даже за сотню до сих пор не перевалило. О, блин. 90 тысяч. Что-то фантазия у них слабоватенькая, я хочу сказать. Они просто по-разному играют в комбинаторику. Типа женщина, которая сделала операцию по смену пола, мечтает быть мужчиной, который воспринимает как женщину. Допустим, вот такая форма гендера. В Таиланде есть очень популярный один человек, про которого писали много в местах бложиках, газетках и прочее. Который менял пол туда-обратно семь раз. До полной победы. И когда решил, что он должен быть мужчиной, у него кончились деньги. Я думал, там места не осталось уже, чтобы резать. Сразу понимаем, что так ему и надо. Да. Потому что он нищеброд. Теперь. Теперь. Значит, и по делам ему. И вот момент, связанный с гендерами, какой? Дело в том, что все гендеры, они строятся на чем? Что как человек себя воспринимает, тем он и является. То есть, если человек... Ну, это работает только в области гендеров. То есть, если человек считает себя... А! Продолжение национальности. Так вот, если человек считает себя эльфом, он эльф. Если он считает себя... Допустим, сорокалетний мужик считает себя восьмилетней девочкой, то мы должны уважать его выбор, это восьмилетняя девочка. А если я считаю себя телеграфным столбом, например... А вот если ты считаешь себя телеграфным столбом, или Наполеоном, или Иисусом Христом, то ты сумасшедший, и тебя надо лечить. Угу. Где конкретно проходят границы? По-моему, это оскорбительно. По-моему, это оскорбительно. Это нарушает мое право считать себя Иисусом Христом. Или мое право считать себя Наполеоном. Ну, извините, а эльфом вы не можете себя считать, потому что эльфы, они же не стареют вообще. Они там практически бессмертные, если их не штурят. Это мелочи. У меня душа эльфа, она не стареет. Я ей до сих пор 18 лет. Для самоидентификации никакие реалии окружающего мира проблемой быть не могут. Я как раз привел пример. Дело в том, что он был признан в Штатах. Мужик сбежал из семьи, чтобы не кормить ее, избавиться от проблем. И присутствовался в другую семью, то есть 40-летний мужик ходит в платице с косичками, потому что он считает себя 8-летней девочкой. Как это гадко. Это омерзительно. Скажите, а зачем мы это обсуждаем? В чем проблема? Пока, в принципе, я не вижу противоречий. Хочешь считать себя 8-летним эльфом женского пола? Считай, мы тут зачем. Но не подходи ближе, чем на километр. Дело в том, что все вот эти различные гендеры, они вместе объединены с различными также сексуальными меньшинствами и так далее в ЛГБТ-сообщество, права которого нужно уважать, и за права которого борется, что самое интересное, например, американские коммунисты. Так называемые. Это правильно добавить так называемые. Они тоже являются коммунистами только по самоидентификации. Так же, как эльфы и вот эти. И при этом они призывают считать это нормой. А вот что такое норма, собственно? Норма – это когда это является естественным для большинства. Норма – это когда по природе все. Это не обязательно даже касается природы. Вот, допустим, видим, удлинители валяются, розетки. Вот, допустим, когда в розетку втыкается вилка – это нормальный способ обеспечения электрического контакта, да? Так точно. А если мы возьмем вот так вот две вилки, вот так вот приложим их рогами друг к другу, и свяжем проволокой – это только же все равно пойдет? Ну, пойдет. Но это не очень нормально. Да, но это не норма, да? Но при этом так можно. Это неудобно. Любой идиот может так соединить электрический… Ну, тут вот… Обеспечить электрический контакт, правильно? И, допустим, взять две розетки… Мне первое не целяется, больше понравилось. Я говорю. Или две розетки берем, да? Добавляем туда проводочков, так сказать, штыкаем. Если током не убьет, то там тоже ток пойдет, правильно? Да. То есть, в принципе, это можно. Но считать такие варианты соединения нормой все равно нельзя. Ну, это странненько, конечно. Это ненормальные соединения, да? То есть, мы про объективность сейчас говорим. Да. Есть объективные моменты соединения розетки и штык в себя? Да. В тех смыслах, если вы поняли, о чем мы. Розетки и венки, да? То они есть. А вот в человеческих восприятиях, допустим, нету. То есть, гендерные признаки почему-то не являются признаками, определяющими для того, чтобы определить гендер. Так, ну подожди. Мы в этой американской чушкнине-то нафига разбираемся? Нам ближе к феминизму было бы. А потому что феминизм, он тоже борется за права вот этого самого. То есть, феминизм… А я думал, феминизм – это за женщин? Нет. Есть феминисты очень разные. И феминистических движений много. Из-за этих боевых вертолетов… Были когда-то предшественницы феминисток, которые боролись за права человека. Это вот суфражистками их называли. Так и феминистками их тоже называли. Да. И феминистками их тоже называли. Но дело в том, что это было и с того периода, когда женщины не имели, допустим, полных прав. То есть, ними нельзя было голосовать вместе с мужчинами. У них паспорта не было нигде почти. И шли научные дискуссии. Собственно, человек они вообще… Или друг человека. Немножко. Или враг. Или все-таки какой-то медочеловек. Так вот, наш. Кроме того, были такие моменты, как поражение в имущественных правах, в наследовании земли и так далее. То есть… Ну, и даже просто в юридических правах от имени семьи. Да? Да. Так вот. То есть, это… Ну, действительно, было неравенство. И с ним нужно было бороться. Феминизм здорового человека. А сейчас феминизм. Это когда детей обвиняют в угнетении, в том, что они угнетают в своих собирах. Камрад Майор, изображая из себя большой зал, дал большой ценный комментарий, о котором мы как раз собирались дальше сказать. Спасибо. Вот. По-моему, достаточно… Нет, на самом деле, это… По поводу феминизма мне конкретно непонятно. Потому что у нас сейчас есть… Какой нахрен сейчас? Мы тут все присутствующие даже не родились. Когда женщинам дали избирательные права, позволили получать паспорт, образовать и занимать любую должность на любой вообще работе, которая есть. За исключением там двух, трех, четырех профессий, где они просто по физическим кондициям не проходят. Ну, все-таки в шахтеры в забой женщины обычно не берут. В пехоту, в штыковую женщины тоже теперь не берут. Ну, и, в общем, никогда не брали. При царе брали. В санитарке можно. При царе брали. Ну, это… Женские батальоны смерти. А при временном правительстве было. Как вы понимаете, все это… Рекламные акции. Куда еще тетя их не берут? А в остальные места, по-моему, берут. То есть, все, что угодно. Тетя может быть президентом, вице-премьером, спикером Госдумы, офицером армии, офицером полиции… Космонавтом. Врачом. Космонавтом. Черт. Так. Что же им еще-то не хватает? Один момент. Один момент. Это еще Тарич Ленин писал, когда полный набор политических прав женщинам выдал. Он сразу специально написал, что у нас сейчас законы самые прогрессивные в мире касаемо женщин. Но не надо думать, что политические права дали реальное равенство. Чтобы достичь реального равенства, нужно бесплатное здравоохранение, декретные отпуска, ясли детсады, общественные столовые, избавление от домашнего рабства. Вот тогда, когда женщина, грубо говоря, свою материнскую функцию сможет выполнять так же легко и непринужденно, как мужчина, свою отцовскую… По возможности, весь негатив будет сведен к минимуму. По крайней мере, с работы ее не выгонят, из института не отчислят, зарплату будут платить, она не разорится, в кредиты не залезет. И это тоже все далее. И не должно быть по 8 часов в день. Вот тогда будет настоящее равенство, говорил Тарич Ленин. Но это все сделали? Это все сделали, да. Сейчас опять забрали экономическую часть. Политически это права оставили, но фактически получается, чтобы женщине репродуктивную функцию выполнить, ей надо кому-то залезть в зависимость. Тому, кто ее будет кормить, пока она все это дело выполняет. Это, кстати, не обязательно муж, это в легкую родители могут быть. И зависимость от них еще бывает, как бы еще не горше. Так на самом деле, я же понимаю, что современный новый виток борьбы за права, всяких разных, ну например, женщин, она напрямую связана с тем, что, может я конечно ошибаюсь, но может вы меня поправите. Совпадение вот такое, не думаю. У нас Советский Союз кончился в 1991 году. Вместе с ним кончилось пугало для западной буржуазии, ну а также дальневосточной буржуазии в лице Японии. А значит можно стало заново вести полномерное наступление на права трудящегося класса вообще, в широком смысле. И его повели. И вот мы сразу видим, как после этого, ну с изрядным временным лагом появляется вот это вот движение феминисток и феминистов в самых странных формах. То есть я вижу, что это возможно конечно в силу того, что люди слабо образованные и слабо рефлексирующие, но они пытаются бороться за что-то по новой. На новом витке этой вот самой классовой борьбы, просто эту классовую борьбу поднимают, подвиняют, прошу прощения, например, борьбой. Борьбой полов, да, тупо мне. Это как мы статейку читали по дороге, значит, пока сюда ехали. То есть вроде как такие здравые какие-то зерна там есть, но все это значит приводит к тому, что оказывается женщина не капитализм угнетает. А кто? Ну, мужчина, конечно. Знаешь, местами даже дети ее угнетают. Это хорошо. Там не просто местами угнетают. Там, во-первых, деторождение, это оказывается неоплаченный труд женщины и ее эксплуатация. Раз он неоплаченный, значит, эксплуатация. Эксплуатация же неоплаченный труд. Производство, средства производства, е-мое. Промышленность категории А, вот тут такая тетя. Нет, а дело в том, что мужчины тоже как-то участвуют в деторождении, хотя их гораздо меньше. И вот тут нужно определить доли, собственно говоря, участия, наверное. Тридцать процентов мужчины, понятное дело. А вдруг десять? Нет, нет, тридцать. А, а если он, допустим... Так мало, пятьдесят. А он эксплуататор. Эксплуататор. Да. И вот, короче, женщины и мужчины являются разными классами. И между ними идет классовая борьба. А также между женщинами и детьми. Короче, вся вот чушкнина в таком духе, это ни хрена не борьба за права женщин, это попытка стравить мужчин и женщин. Еще мало у нас, так, блин, всякие национальности друг к дружку, блин, постоянно хотят зарезать, блин, религии всякие. Только, только да. То есть расколоть. А вот давайте еще мужчина с женщиной еще будет, блин, кусаться. Вот, зашибись. Нет, ну я о чем, собственно, и начал. Это политика разъединенного общества максимально. Нет, а собственно, как красиво еще получается в ответ на весь этот идиотизм. Ну, можно, блин, тогда ответный, блин, идиотизм, что угнетения женщин вообще не существует. И вообще, хошь рожай, хошь не рожай. Тебя никто не заставляет. Государство не просило. Да, государство тем более не просило. Короче, что характерная женщина сказала? Да. А-а-а. Так, а ее-то государство не просило, она и не рожала. Вот это самое авторское высказывание. Она же логичная как раз. Она умная. Она ждет просто прямого распоряжения партии правительства. Нет, ну ее государство не просило рожать, она и не рожала. Все в порядке. И, кстати. Нет, если Путин прикажет, придется. Помнишь, была эта замечательная переданица в газете какой-то дальневосточной, что то ли из Комсомольска-на-Амуре, кажется. После посещения зоопарка Путиным тигрица родила, троих тигрят. Ну, это Путин. Что ты хочешь, Путин прикажет, мне придется родить даже. Если Путин прикажет, все родили, короче. Да. Никуда не делятся. Они нужны, государство же не платят. Потому что тоталитаризм. А он государство. А он очень демократичный. Хорошо, спасибо. Спасибо. И вот получается, какая картина занятная. Что женщины борются, ведут классовую борьбу с мужчинами. Государство не просит нас рожать. Не нас. И не просило раньше. Не просит женщин рожать. И при этом марксисты ведут борьбу за права женщин, которые нужно как-то реализовать. Какие права? Ты можешь найти права, которые нужно реализовать для женщин? Я знаю одну страшную штуку про права. Про все сразу. И женщин в том числе. Давай. Право должно совпадать с возможностью его реализации. Потому что у нас у всех есть, и у всех присутствующих, и у всех вообще есть право потреблять пищу с золотого блюда инкрустированного бриллиантами. Если оно у нас есть. Право есть. Блюда просто нет. Поэтому каждому праву должно быть предоставлено блюдо. Возвращаемся к самоидентификации. Назначаем вот эту глиняную миску, допустим, с золотым блюдом, и все сходится. Это же не само, а внешний инкруст. Торис Энгельс сказал, что можно записать половую щетку в отряд некопитающих. Но молочная железа у нее от этого не выросла все равно. А на клетке с буйволом можно написать слон, однако не перед глазами своим, это будет буйвол. Да. Поэтому мне кажется, что борьба за права женщин, ну, у женщин сейчас заново опять по всему миру начинается не самая легкая жизнь. Вслед за всем обществом. Поэтому борьба за права женщин, это борьба за права общества в первую очередь. А борьба за права женщин ведет к очень интересным последствиям. Дело в том, что всегда подобные идиотские совершенно, на мой взгляд, например, требования, да, не только на мой взгляд, они порождают соответствующий ответ. То есть, благодаря вот этим феминисткам, которые сейчас есть, вот этим всем двум миллионам гендеров и так далее, которые самоидентифицируются как-то, появляются инициативы, допустим, от депутата Милонова как раз, от других подобных деятелей, которые настаивают на возвращение, по сути, патриархальной семьи. Домостроя. Домостроя. Подходы, потому что женщина дура не потому что дура, а потому что женщина. Так вот, и то, что женщина – это друг человека, она должна рожать много детей, жить в семье и так далее. А всем должен руководить мужчина. То есть, это откат, собственно говоря, идет от именно запросов феминисток. И очень многие люди воспринимают его как что-то уже нормальное, именно потому что вот это их достава. Ну, это логическая диверсия. У них запросы-то странные. Это натурально логическая диверсия, которую, опять же, люди в силу катастрофического падения образования просто не выкупают и все. Потому что у вас делается подмена тезиса. Вполне себе. Это описано неоднократно в специальной литературе прием спора или прием запутывания оппонента, прием манипуляции, когда у вас один тезис подменяется другим. Как там в психологии? Отвлечение внимания на негодный объект. Ну, в том числе. Нас капитализм угнетает, а ты, значит, на мужа бросься, блин, Клава, что он тебя заставляет борщ готовить. А ты вот муж посмотри, какой фигней занимается твоя жена, и пойми, что нужно поддержать православных консерваторов или просто регионных консерваторов. И все застроить. Или Кадырова. Тот тоже за традиционную семью. Один идиотизм, другие другой идиотизм. Выбирай. Да, и выбирай. Выбирай. Самое главное, чтобы они все могут побеждать друг дружку до бесконечности. Ничего не изменится в жизни, легче никому от этого не станет. Ну, паре-тройке активистов какую-нибудь премию выпишут. Нет, но они будут ненавидеть друг другу. То есть, у них ложная дихотомия, они будут ей заниматься. Так вот, то есть, выбирать из двух негодных вариантов. В результате, те, кто, собственно говоря, угнетает этих и других, они будут оставаться в стороне. Они ни при чем. Ну, это как фишка с понаехавшими гастарбайтерами. Типа, они приезжают в Москву, в Петер и так далее, и лишают местных жителей работы. Они не могут лишить местных жителей работы, потому что лишить работы может только работодатель. Работодатель, взятель. Капиталист. Буржуй. Да. Так вот, у буржуйного может дать работу или лишить работы. Правильно? Отобрать ее. И отдать ее, допустим, тому же самому понаехавшему гастарбайтеру. Сам гастарбайтер прийти к тебе на работу и сказать, ты уходи, я здесь буду работать, не может. У него нет таких рычагов. И так же и здесь. Но ненавидеть должны не буржуина, а гастарбайтера. А заодно еще ненавидеть. Женщина должна мужа ненавидеть. Муж должен ненавидеть женщину и ее подружек. Побаиваться еще. Да. Дети должны ненавидеть их всех этим вот защитникам. Амбудсмены? Как там это? Амбудсмены. Ой, я никогда не могу говорить это слово. Так вот. Вот, короче, этим сам ум и так далее, они должны стучать на родителей. Тоже для достижения счастья, чтобы их забрали в детский дом. И они там дальше счастливо жили за пределами семьи. Так вот. И вот это натравление всех на всех, оптомизация общества, она как раз, по-моему, и является целью того, что эти движения активно поддерживаются, получают какие-то ресурсы, особенно информационные. Ну, понятно. Причем, я думаю, что погладнее всех, конечно, это фишка с гастарбайтерами. Ну, потому что это самое удобное, что есть, это сразу видно, человек другого цвета, говорит непонятно, его вчера не было здесь, а теперь он здесь есть, странно пахнет, странно себя ведет, их сразу много. И как раз вчера получше жилось, и сегодня стало похуже. Это явно связь какая-то. Явно это он приехал. Это самая главная фишка. Да, но с другой стороны он только вот этим как-то напрягает. А жена каждый день. Нет, не то, что жена. Мы же говорим, в принципе, скорее о феминизме. Естественно. И вот ты понимаешь, когда на тебя, допустим, возмущаются, а в некоторых странах уже подают в суд за то, что ты изнасиловал, посмотрев. Да, это не уже, это давно, это в странах Северной Европы, это годово с 2005-06. При этом, я не знаю, людям вообще запрещено смотреть по странам? Смотри не со значением, смотри без значения. Тебе надо с товарищами объединяться, чтобы жизнь свою улучшить. А как ты объединишься, если ты реально боишься взглянуть? Чуть больше на одну секунду посмотрел, но тебя уже иск накатали. А поскольку гендеры равны, то сейчас катают женщины, завтра начнут мужики точно так же. Я знаю, что ты на меня пялишься, потому что это харасс. И, собственно, мой адвокат говорит, что стопудово это он и был, так что с тебя компенсация. И все, зашибись, вот мы друг с дружкой бьемся за компенсации, а пока нас всех угнетают. Да, единственный, кто может вырваться из этого мертвого круга. Класс, разделяя и властвует, и кто там придумал древние эти, латинянцы. И в этот момент единственный, кто может от всего этого отбиться, это человек, который понял, что оскорбили его чувство верующего. Религиозное. Конечно. Самое главное, это, безусловно, религиозное чувство, потому что это скрепы. Да. Мы же не на бездуховном западе. Кстати, по поводу бездуховного запада, я думаю, в США, где-нибудь в 13 штатах, особенно при словах бездуховный запад, было очень странно посмотреть, сказать, что я... А ты где бездуховный? Все знают, что бездуховные все там, на востоке, ближе к океану. Конечно. Ну, потому что США, между прочим, у них только не православие, самодержавие, народность, а протестантизм, республика и демократия. Я не знаю, я что-то не так давно пересмотрел этого Рейгана, помнишь, про империю зла и речеву? Ёла, Павел, так прям Путин может прям завтра ее брать и чуть-чуть там именить США на РФ заменить и все зашибись. Пару погибли. Что у нас тут христианство, а нигде нет. И вот поэтому, потому что у нас христианство, мы самые лучшие. И не рассказывайте мне, что там в Советском Союзе, там в Бога не верят. И пусть мои дочки вот они, лучше пусть помрут вот здесь вот. Такой фанатизм, я его представляю, сейчас бы кто-нибудь из наших этих отцов-основателей такое бы зарядил. Ну, было бы резонансно. Не, натурально. А, кстати, а замени Бога на Аллаха там и получится это натуральный ИГИЛ. Как-то все знакомо, да? Да. А, кстати, а вот на эти 13, вернее на 12 штатов, 13 штат под названием Юта смотрит еще сверху вниз и плюет. Талант, потому что там мормоны. Да, там своя фигня, блин. Нет, потому что они куда набожнее, чем все вообще из 12 перечисленных. Ну, кроме амишей. Ну, амиши, они не являются государством, штата образующей нигде. Да, штат не контролирует. Нет, все-таки немного амиши. Ну, амиши еще круче мормонов, это факт. Не, ну, на самом деле это все очень интересно, потому что это... Когда смотришь, как различные противоречия, на самом деле это никакие не различные противоречия. Это одно противоречие, которое дробится в линзе преломления конфликтных условий в разные формы. Потому что что религиозные противоречия, что противоречия межэтнические, что противоречия, например, гендерные. Это все на самом деле противоречие всего лишь одного. Это противоречие, поражаемое капитализмом. Именно. Причем иногда объективно, а иногда и субъективно, специально в виде некоего проекта. Потому что мне сдается, что феминизм это какая-то такая гапоновщина. Объективных причин, чтобы дома муж с женой воевать начали за то, кто кого притесняет, конечно нет. А тем более на уровне классовой борьбы. Но люди должны ненавидеть друг друга. Когда ненавидят друг друга и заняты этим, некогда ненавидеть буржуев. О да. Аминь. Что сказать. Ну, очень жалко, что некоторые деятели хотят за права женщин бороться, а вон сами что делают. Вот, кстати, это зараза. Нет, вы подумайте, что будет, если будет победить это с вашими забиральными идеями. Божечки. Ох. Кудайкатимся, наверное, короче. Но тут же опять же объективность, не пожалуйста, перевиваю. Объективность надо понять, что все всегда упирается в базис. Потому, что для отношения полов в базисто он один. Он даже не экономический, он биологический. Потому, что нужно быть законченным критином, чтобы не понять, что тетя без дяди не проживет. Соответственно, дядя без тети тоже не проживет. Потому, что мы все хором вымрем. Поэтому никакой объективной точки негативного соприкосновения просто нет и быть не может в принципе. Может быть что-то наносное. Например, то, что у тебя как раз экономика биологическая приносит. То есть полная жопа, у мужа работы нет, у жены работы нет, а нельзя из-за этого кусать. Вот это я могу понять. Или есть человек, который объяснит, там тетеньке или дяденьке, что она раскрыла хлебальник, дай ей врыло. На самом деле ты рассуждаешь архаично, потому что два штепселя вот так вот соединить и связать прочее можно. Итог там потечет. Теперь просто это считается вариант уже нормой. А здесь не получится все равно двух штепселей. Итог не потечет. А кому нужны? У нас все равно перенаселение там. Опять же можно сделать платную. Мальтос сказал еще когда же у людей. Мальтос и Танос еще. А теперь Танос. А теперь Танос. Со времен Мальтоса людишки еще размножились, а ресурсов стало еще меньше. По изготовлению детей тоже может быть правильно. Но может для этого все равно задержанка. Так феминистки об этом говорят, что рождение ребенка это неоплаченный труд, нужно оплачивать. Нет, на самом деле так говорят. Мы в статье это читали. Я уже понял. Человек просто видимо только недавно усвоил какие-то марксистские термины. Неоплаченный труд, эксплуатация, туда-сюда. Термины новые, они продоражат, они радуют слух. Вот он их везде пихает теперь. Теперь уже в женский вопрос засунул. Что оказывается вот проблема мужа с женой это классовая тоже. Ох. Ну не в этом суть. Суть в том, да. Что опять же, как мы уже сказали, переводят внимание с того, что действительно мешает на то, что по идее вообще помогать должно. И так оно тебе никогда и не поможет. Если мы все перекусаемся сейчас еще по половому признаку. Нет, а собственно говоря, насколько я вижу, в Америке нормально заходим. Местами. Местами. Не только в Америке. Местами. У меня просто американские товарищи тем часто пописывают. Что вот натурально, местами прямо маразм. Причем понятно, всерьез это особо никто не воспринимает. Но там есть, во-первых, долбанутые девчонки, которые это все начитались и давай писать. А есть просто хитрые твари, которые на этом денежку зарабатывают. И в результате, кстати, из-за вот этих дур и хитрых тварей, потом настоящая какая-нибудь мадам, которые реально были проблемы, действительно. И она приходит в суд, и на нее там уже смотрят. А еще одна. Да, ваши ходят тут уже, да. Вы уже тут третья ЗНО. Я так просто помню, первый раз я столкнулся лицом к лицу. Причем именно по-настоящему. В 2005 году я был в стране Швеции. И у нас там был военно-исторический фестиваль. Все такое настроение было хорошее. И я прямо вот на улице вижу, у нас там где-то около фестиваля девчонка, с которой я захотел заговорить. Местная, шведская, сразу видно. Такая прямо ахиреобразная. Я, значит, с ней заговариваю на приемлемом английском языке. Она прямо у меня смотрит такими огромными глазами. Я думаю, как я хорош, черт. Ах, как я хорош. Потом выяснилось, что она была просто в шоке от того, что к ней просто подошел дядя на улице и просто с ней заговорил. Потому, что уже к тому времени шведский дядя был дрессирован настолько, что он по доброй воле никогда бы просто не подошел на улицы Тьоти. Ну, по крайней мере, в центральных более-менее регионах страны. И не заговорил бы с ней. Потому, что очень может быть, что после этого к нему прилетит штраф евро в 300. А если это еще не первый раз, то их можно и на общественную работу загреметь. Со серьезными последствиями для основной работы и так далее. Вот. И поэтому она, конечно, была сильно шокирована. Потому, что уже к этому времени люди были надрессированы на то, чтобы просто конкретно дяденька не мог подойти к тетеньке на улице и с ней заговорить. Мало ли, хаос нет. Ну, вот, видишь, нормальная жизнь нарушена. Какая тут борьба нафиг. Какая тут борьба, если ты просто к мадам даже не можешь подойти и просто поговорить. Ну, все замечательно. Пишите друг на дружку заявы дальше. Ну, я говорю, блин, ну, странно. Но настоящие вы, как борцы за права женщин, они это дело разоблачать должны, наоборот. Должны ты, какие экономические требования там женщина должна сейчас предъявлять, чтобы у нее жизнь-то лучше стала. Вместо этого давайте все это поддерживать. В расчете, главное, на что? Что вас там заметят, что ли, в газеты про вас напишут? Я просто не пойму. Или это просто движуха ради движуха? Это именно движуха. Потому что это имитация борьбы, потому что ты видишь... А, ну да, я понял. Как в церковь ходить? Да, да. То же самое. Ты видишь, что ты видишь конкретно какой-то сегмент проблемы, не понимая, что проблема на самом деле гораздо шире, она всего одна, большая. И вообще другой плоскости. Да, это ты видишь, потому что как это, ты прыщи видишь, а циррозы печени ты не видишь. Вот печень нужно лечить, а не ущемление отдельно права женщин. Вот у нас еще одна женщина есть малолетняя. Рета Тунберг. Которая тоже, между прочим, рассказывает вполне с позитивистских ключей и здравой вещи, что есть проблемы с экологией. Они есть. Но, однако, сейчас есть целая когорта людей, в том числе в нашей стране, которые говорят, как права Грета Тунберг, давайте бороться с экологией. Ну, давайте, сейчас будем что-то. А, типа, вчера еще не надо было до того, как Грета сказал. Бороться путем путешествия на яхте, которая потом перегоняет экипаж, прибывший на самолете и так далее. Это... Да нет, про нее это все понятно. И к тому, что поддерживают то люди, что давайте сейчас будем бороться за экологию. Ну, давайте, конечно, будем. Сейчас мы все вместе пойдем, разгребем какую-нибудь свалку. Ну, так прошу прощения, через полчаса там будет такая-то свалка в два раза больше. Почему? Давайте догадаемся. Ну, просто потому, что капиталисту нужно сокращать издержки на производство всякого. Или там, исполнение всякого, неважно. А, поэтому нужна еще и маркетинговая услуга, прошу прощения. Красивая упаковка тоннами. Просто, чтобы лучше замечали. Соответственно, максимально дешевая упаковка. И никаких, ну или, по крайней мере, по максимуму, никаких средств безвредной утилизации ионова. То есть, нужно что? Вываливать на землю, воду, под землю, воздух, методом простого сжигания. Все. Вот вам проблемы с экологией. И вы никогда не поборете этой экологией точно так же, как вы никогда не поборете угнетение, например, женщин. Или, например, рабочего класса. Потому что причина там ровно одна. Черт возьми. Собственно, что, по-моему, мы и пытаемся донести уже час, как скоро. Ну и надеюсь, что донесли. И не надейся. Донесли вы для кого-нибудь парня. А вот для кого-нибудь. Надеюсь. А так я и не надеюсь, конечно, что мы там. Да феминисты не донесли. Все сразу скажут, ох ела-пала, как же мы ошибались. Ну а кто-нибудь да скажет. Доносите до своих друзей и подруг, что проблема на самом деле у нас ровно одна. Это отъем неоплаченного прибавочного труда. Или другими словами, богатые, уважаемые люди. С которой растет все остальное. Или по-другому богатые, уважаемые люди. Это реально проблема. А также люди, которые пытаются активно заменить одних богатых, уважаемых, или другими богатыми, уважаемыми людьми. Желательно собой. И также люди, которым все эти богатые, уважаемые люди платят лавэ, чтобы они вас друг с дружкой стравливали. А вы друг с дружкой хлистались, как идиоты. Мужчины с женщинами. Божечки. Болельщики Динамо и Спартака. Да, действительно. На полном же серьезе практически чуть-чуть не убивали друг дружку. Зачем? Потому что у одних шарф синенький, у других красненький. И это на полном серьезе. С полной самоотдачей, как будто на фронт идут. Да. Я просто помню всю эту канительку. Господи, как вспомнил вздрогнув. Господи, что с нами случилось, люди? Что мы слушаем этих дебилов, которые нам постоянно кричат, давайте порвите друг дружку? Когда уже давно, ясно, что пора их порвать мне. Эх. Ладно. Но пока только методами парламентских выборов. Убеждения, да, естественно, все по Конституции, да, Конституцию мы очень любим. Очень. Я больше всех люблю Конституцию. Нет, я больше. Мы сначала, да, референдум проведем, чтобы в Конституции записали, что их всех надо. И вот только если запишут, вот тогда, ну тогда уж извините. Придется соответствовать. Закон есть закон. Главный закон. Да, главный тем более. Оль, все сказали. Дорогие товарищи, у нас Новый год, у нас был 19-й год. Мы тут собрались на большой компании проводить его почти и поздравить вас с Новым годом. Лично я пожелаю, чтобы вы занимались самоорганизацией, не боялись начинать и делали. Создавали коллективы и искали товарищей. Настальше. Ну а я могу пожелать вам что-нибудь печальное, чтобы вы думали. Если вы начнете думать, поверьте, это действительно принесет много печали, но это очень интересно. Ну да, я сейчас вообще полную фигню скажу. Это, конечно, лучше не делать. Но представляете, вот о Новом году желаю всем, кто еще не встал с дивана, встать с дивана и сделать что-нибудь полезное. В первую очередь, конечно, заняться самообразованием и образованием окружающих. То есть каждый день, давайте так, как товарищ Сталин, мы не сумеем. 100 страниц вряд ли кто-нибудь осилит вдумчиво. Давайте 5 хотя бы каждый день нового читайте, научного, хорошего и преподносите это окружающим. Думаю, что-нибудь хорошее из этого выйдет. Хотя это, конечно, очень неприятно. И с наступающим. А я вам еще ссылочки дам на книжки, с которых вот начать. Что Клим Александрович там отсоветовал. Офаньки. Как я словчил-то, а? Она говорит, думай, ну че, я как Путин что-ли буду. Сказать, чтобы все с пониманием относились мне. Всем большое спасибо. С вами был майор Борис Витальевич Юлин, Клим Жуков и Реми Мейснов. Пока.